Всем добрый вечер. Думаю, что все нас слышат, видят. Начинаем пресс-конференцию после матча Дании-России. Станислав Саламович Черчесов будет готов ответить на ваши вопросы. Сейчас, наверное, Станислав Саламович, общий комментарий. Почему так сложилась игра, что, может быть, не удалось? Ну, вот такие какие-то общие слова для начала. Ну, во-первых, добрый вечер. Ну, не сложился, естественно, результат, на который мы нацеливались. План на игру, который мы выбрали, он выдерживался. У нас были несколько хороших моментов, которые могли забить и судьбу матча, или как сценарий матча повернуть. Но, к сожалению, мы не забили свои моменты. И первый же, можно сказать, момент или полумомент, который был у соперника, завершился голом. Ну, второй тайм мы вышли, естественно, отыгрываться. Ну, соорудили гол сами себе. При счете 2-0 мы поменяли. Хотя уже при счете 1-0 замена уже была готова. И мы второй гол получили. Мы перестроили игру. Отыграли один мяч. Естественно, хотели дальше. Но при своем штрафном, когда мы подавали мяч, соперник выбил его. Быстрая контратака. И мы прекрасно знаем, что они быстро контратакуют. Поэтому игру так построили. Они до этого и с австрийцами также играли, быстро выбегали. Поэтому те контратаки, которые у них есть, естественно, опасны. Поэтому мы пропустили вот эти 2 контратаки и поплатились двумя голами. А так, поблагодарировал футболистов за игру. Сегодня они были готовы к игре. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. И надо все переоценить, переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать определенные выводы. Да, спасибо. Кто нас слышит, коллеги журналисты, поднимайте, пожалуйста, руки. Будем пробовать давать вам слова, чтобы вы имели возможность задать вопрос. Поднимайте руки, пожалуйста. Не вижу ни одной руки пока. Так. Игорь Раббинар. Игорь, слышите нас? Ну, мы правильно делаем все или как? Да. Игорь, слышишь на нас? Игорь, не включается у нас. А вот. А вот он. Да, да, да. Да, Игорь, можно. Станислав Саламович, в чем вы видите отличие этой сборной России от той, что играла на чемпионате мира 2018 года? Почему та дошла до 1-4 финала, а эта не вышла из группы, проиграв два матча с крупным счетом? И видите ли, в чем свою долю ответственности за такой результат? Ну, во-первых, не доля, а ответственность всегда лежит на тренера. Это не писанный закон, это раз. Разница в том, что там одни игроки были, здесь другие, там более опытные, здесь менее опытные. И вот те игроки, которые у нас сейчас появились, вот этот опыт набирают, который в дальнейшем им поможет, во-первых, на такие турниры попадать, а во-вторых, хорошо выступать. Спасибо. Станислав Саламович, вы сказали, конечно, что нужно пересмотреть игру и сделать вывод. Но если брать в целом, то кажется, что в первом тайме, что сегодня, что с Бельгией очень неплохо играли в обороне, но катастрофические просто индивидуальные ошибки приводили к большим проблемам, к пропущенным голам. С чем связаны именно вот эти индивидуальные ошибки, что в матче с Бельгией, что сегодня, если говорим про второй гол, естественно? Ну, не хотелось бы про игроков в отдельности говорить. Все-таки это мы команда, и команда, если неудачно сыграла, надо все в целом смотреть. План на игру был, план выдерживался. Думаю, что мы даже первые могли два гола забить, к сожалению, не завершили. Ну, естественно, на таком турнире надо свои моменты реализовывать. А соперник индивидуально сильно сыграл, ударил с 20 метров, попал в девятку. Ну, и, естественно, уже ситуация меняется. Ну, второй тайм мы вышли, естественно, отыгрываться. Какие-то, не какие-то подсказы были определенные, которые надо делать. Но второй гол, который из ничего созрел, все-таки оптимизма нам не добавило. Хотя уже мы после, перед вторым голом уже замена готовила, замужемали Динова и Соболева. Они должны были уже выходить, и в этот момент случился второй гол. Но они все равно вышли. Мы, еще раз повторяю, отыграли один гол. Хотели дальше развивать эту ситуацию, потому что все-таки они почувствовали неуверенность. Но при нашем стандарте, который мы подавали, не допадали, пропустили контратаку. А датчане в этом сильны. И мы это изначально знали, поэтому не давали в первом тайме такие контратаки проводить. Вот я уже повторяюсь. Не хотелось бы останавливаться на каких-то индивидуальных вещах. Все-таки это игроки, которые сейчас переживают. Я их поблагодарил за турнир. Естественно, напутствовал, чтобы те, кто уже был на турнире, еще раз все проанализировал. А кто не был на таком турнире, прочувствовал, сделал выводы. И дай бог, чтобы вот этот опыт, который они приобрели, а их было очень много футболистов, ну, фамилии перечислять не буду. Их было человек 7, которые первый раз у нас были. Мы им не только их тренировали, но дали возможность быть игроками основного состава. Мы это делали не случайно. Скоро у нас отборочные матчи Чемпионата мира с Хорватией в сентябре. И нам надо делать боеспособную команду. Есть еще вопрос? Есть, есть сейчас. Иван Житков, пожалуйста. Слышно? Слышно? Слышно меня? Чуть громче. Чуть громче. Да, приветствую. Хотелось по предыдущему вашему ответу все-таки немного уточнить. Может, вот вы наверняка все-таки не будете, естественно, называть игроков, которые, скажем так, этот опыт, который здесь получили и неплохо себя даже фрагментами проявляли, которые могут взять его с собой на отборочный турнир Чемпионата мира и там себя тоже проявить. Какой примерно процент от этого основного состава игроков вы точно увидели возможность их выйти на другой уровень? Помимо даже Головина и Дюба в отдельную. Оставить. Ну, мне сложно сказать в процентном отношении. Нам надо, во-первых, спокойно все проанализировать, потому что на таких турнирах игрок игроком, его качество как игрока, ну, как мы видим, игрок может быть сильным, но не может себя реализовать. Большие турниры говорят о том, что надо быть не просто хорошим футболистом, но и сильной личностью. Нам надо проанализировать, кто из этих футболистов, которые сейчас с нами были, у него есть потенциал на таких турнирах, проявлять свои лучшие качества. Играть, я извиняюсь, против клубов, которые ниже уровнем, дают тебе все сделать и здесь, это две большие разницы. Поэтому еще раз повторяю, игроки получили определенный опыт, теперь будем смотреть внимательно, как это будет дальше развиваться. Спасибо. Еще есть вопросы? Станислав Савлович, тогда вопрос такой, вот пишут нам тоже журналисты в чате. Нестандартная была ситуация с точки зрения поддержки, не было практически наших болельщиков, не было отдельно выделенного сектора, но тем не менее какие-то слова поддержки вы, наверное, видели в разных уголках трибун. Вот каково было играть в такой ситуации, что вы скажете от лица команды, видимо, тем, кто все-таки приехал, добрался и пришел на стадион? Ну, во-первых, атмосфера была реально очень хорошая, футбольная. Понятно, болели против нас, но это абсолютно никакой разницы не имеет. На таком стадионе с такой публикой играть всегда приятно. Что касается наших болельщиков, низкий им поклон, которые попали. Они стояли, они сидели за мной, и у нас был контакт. Мы даже общались, или там я их поддерживал во время мяча, а не нас, мы перекрикивали, что ли, я их руками подбадривал. Тем, тех, кого удалось поблагодарить, мы поблагодарили, а те, кто приехал и с кем мы не смогли по той или иной причине пересечься, ни взглядом, ни какими-то словами, мы извиняемся. Команда всем большой привет передает. Вы большие молодцы, что все-таки добрались. Здесь абсолютно понятно, что в какой-то степени фэрплейс он не был нарушен, но пандемийная ситуация во всех странах разная, и это надо принять. И никаких проблем у нас с датчанем в этом плане нет. Ситуация как сложилась, так и сложилась. Другое дело, что еще раз повторяю, естественно, хотелось бы, чтобы нас тоже поддерживали. Но никаких здесь оправданий для нас быть не может. Мы максимум сделали, что сегодня могли. Ну, игра так сложилась. Все, всем спасибо. Вопросов больше не вижу. Удачи. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok